Это актуальное интервью, меня зовут Оксана Балун, здравствуйте. Централизация жилищно-коммунального хозяйства на Ямале в рамках большой его реформы в своих глобальных целях не последнее место отвела на ведение порядка в финансовых потоках, постоянно курсирующих в этой сфере. Главная задача окружных властей – достичь прозрачности. Именно с этой целью в регионе был организован Единый расчетно-информационный центр автономного округа. Сегодня он действует в Сарехарде, Надыме и в нашем Ноябрьске. Прошел год с момента появления Ямальского ЕРИЦ. И о его работе сегодня мы поговорим с заместителем генерального директора Единого расчетного информационного центра Ямала Валерием Верняковским. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, знаете, для начала очень бы хотелось бы, Валерий Станиславович, поговорить о том, вообще для чего создавался ЕРИЦ на Ямале, да, что входит непосредственно в его функциональные обязанности? ЕРИЦ был образован по решению правительства ЯНАУ. В его состав учредителей вошло само правительство ЯНАУ и частные инвесторы. Соответственно, цели и задачи, которые ставит руководство перед ЕРИЦ, это достичь, в первую очередь, прозрачности платежей, которые, как вы уже отметили, курсируют в этой области, в отрасли ЖКХ, обеспечить максимальный сервис для конечного клиента, это потребителя ЖКХ, и, соответственно, создать единую базу данных, в которой бы стеклись все сведения по ЖКХ, по самому населению, для того, чтобы в дальнейшем эту информацию можно было использовать для различных целей. Это и отчеты, и статистика, и все. В общем-то, будет базироваться на этой информации. В любом случае, создание ЕРИЦ, наверное, конечная цель его создания, это чтобы было удобно потребителям, то есть нам, населению и так далее. Вот в этой сфере для конкретных людей, для платильщиков, что делается в этом свете, что сделано? Для потребителя, в первую очередь, это правильность начисления самих жилищно-коммунальных услуг за те услуги, за те ресурсы, которые потребляют жители нашего региона. Соответственно, для этого необходимо качественное программное обеспечение, которое было бы адаптировано под наши северные условия, под нашу специфику снабжения наших жилых массивов. Люди будут получать корректные квитанции, единую платежную квитанцию. Они должны получить максимум информации по тому, какими услугами они пользуются, стоимость этих услуг, и информацию по самому процессу начисления. И, соответственно, еще одна функция – это ЕРИЦа, это предоставить удобную платежную систему для потребителя. То есть человек имеет право заплатить везде за услуги, которые ему оказаны. Это и интернет, и банки, и почта, и кассы, если человек хочет платить именно наличку. Соответственно, вот эти цели ставит перед собой расчетный центр. Вы говорите о программном обеспечении. Вот насколько известно, что сейчас вы внедряете какую-то новую программу, что это за программа, для чего она и на что она направлена? Было принято решение о внедрении единого программного обеспечения для всех расчетных центров, существующих в нашем округе. Это пока пять расчетных центров. Для типизации расчетов, для того, чтобы по всему округу это было единообразно, прозрачно для всех. Был выбран программный продукт «Стек ЖКХ», разработчик фирмы «Стек», город Ярославль. Этот продукт уже не один год эксплуатируется в некоторых муниципальных образованиях нашей региона. Это Салихард, Муравленко, Лабытнанги. Зарекомендовал себя, в общем-то, с хорошей стороны. Он предоставляет достаточно серьезный сервис информационный, также в виде информационного портала в интернете. В Салихарде уже такой портал функционирует. В Салихарде имеются личные кабинеты потребителей, где они могут внести показания приборов учета, распечатать платежные квитанции за предыдущие, за текущие месяцы, посмотреть свою историю платежей, историю внесения показаний приборов учета для статистики, если кто-то контролирует. Ну и много нормативной документации, которая регламентирует, в общем-то, предоставление жилищно-коммунальных услуг населению. В настоящий момент прошло опытную эксплуатацию банковской интернет-экварины на нашем сайте. И я надеюсь, что к середине июня люди уже смогут платить, оплачивать свои услуги прямо на нашем сайте. А вот смотрите, если говорить о программном обеспечении, вот это новое, оно вот поможет сделать так, чтобы не было сбоев, перебоев, чтобы не было каких-то там недочетов, потому что, ну, ни для кого не секрет. Собственно, у нас была ситуация, когда, ссылаясь на то, что там случилось с программой, поэтому были, люди получили расчетки позже, там пару месяцев у нас было, причем цифры там значительно выше. Вот эта новая программа направлена на то, чтобы избежать подобных ситуаций? Ну, любая программа направлена на то, чтобы она работала, естественно, корректно. Все алгоритмы так и формируются с учетом действующего законодательства. Требования этого законодательства к расчетам ноябрь, да, имеет печальный опыт по внедрению нового программного обеспечения. Люди, наверное, ждут с ужасом, что будет в следующем. Поэтому этот вопрос я вам и задаю. Да, ну, соответственно, это программное обеспечение, еще раз повторюсь, оно уже опробировано у нас, оно не один год функционирует, поэтому более качественно мы сейчас подходим к именно переносу данных, что случилось вот в октябре-ноябре месяце, когда был некорректный перенос данных из предыдущего программного обеспечения и, соответственно, некорректное начисление. И вот не один месяц сотрудники расчетного центра буквально исправляли руками вот все то, что было неправильно внесено. Если возвращаться к той ситуации, которая была осенью, да, почему получилось так, что людям, вот, все-таки, получается, вина-то была не людей, почему пришли квитанции, да, с другими цифрами, тем более они были в большую степень, не увеличены они были. А почему вот по вашей вине, да, случилась ситуация, а людям было сказано, приходите сами, пишите заявление, если вы хотите, чтобы мы вам сделали перерасчет. То есть человек, получается, должен тратить свое время, опять же, стоять в очереди и так далее. Это во-первых. И тут же сразу по ходу второй вопрос. А те, кто не сделали перерасчет, вот эти деньги, да, то есть это же сверх получилось, вот эти деньги куда пойдут и будут ли сделаны перерасчеты тем, кто не написал заявление. Смотрите, то есть ситуация получилась какая. Это данные, которые обрабатывались в этот момент, они не по всему жилому фонду были некорректными. То есть где-то они все-таки легли правильно, и в итоге часть людей получила корректные все-таки квитанции. Сотрудники центра в этот момент и занимались тем, что вот руками буквально вычищали вот эту базу данных, приводили ее в соответствие. Почему просила, чтобы писали заявление, для того, чтобы ускорить этот процесс, когда поступает бумага, соответственно, обращают на это внимание, ее обрабатывают в первую очередь и немного снимают нагрузку, именно снимали нагрузку с работников расчетного центра, потому что это была уже именно адресная заявка, и они адресно не просматривали всю базу данных и проверяли, как было рассчитано, а уже работали по конкретному лицевому счету. Это упростило работу сотрудников самих. Что касается второго вопроса по деньгам, то, безусловно, все расчеты, которые были проведены некорректно, они должны быть отыграны назад, и, соответственно, если люди где-то переплачивали, им в следующих месяцах был произведен перерасчет, и по ряду услуг, по которым были некорректности, они приходили к ним с минусовой именно цифрой. То есть сейчас это сбалансировано, получается? Если где-то люди переплатили, то, значит, сейчас получается... Соответственно, да. То есть, естественно, это им зачлось. Но это в любом случае, любой программный комплекс по ЖКХ, он работает с системой перерасчетов. То есть людям начисляется сегодня одна цифра, ну, допустим, по тому же нормативу. Если человек не подал показания приборов учета, ему начисляется сумма больше. После того, как он подает показания приборов учета, с него снимается норматив за предыдущие месяцы, либо средний, если он начислялся за предыдущие месяцы, и у него уже идет уменьшение текущего именно платежа за счет вот этих перерасчетов. А давайте вот еще такой момент оговорим, чтобы люди не путали. Появился ЕРИС, Единый расчетный центр, и тут же вопросы по тарифам и так далее. Вот какое-то отношение непосредственно ЕРИС имеет к тарифам, их повышению, снижению, какое-то влияние вы имеете? Или вы исключительно получаете откуда-то информацию, откуда оговоритесь? И как вы с ней работаете вот в этом плане? Нет, конечно, мы никакое влияние на тарифы, нормативы мы не имеем. Единственное, мы можем быть источником статистических данных для анализа вот того же на местном уровне, когда принимаются нормативы. Мы предоставляем информацию, которая уже используется сотрудниками департаментов для дальнейшей аналитики. То есть мы просто источник данных. Но ни коим образом мы повлиять ни на тарифы, ни на нормативы не можем, поскольку они формируются своими структурами, и мы их используем только для выполнения начислений за жилищно-коммунальные услуги. А такой несколько каверзный, может быть, вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли в расчетках, которые мы получаем, какой процент там забирает за свою работу ЕРИС с той общей суммы, которую мы платим в расчетке, в любом же случае оплата-то должна быть, да, и зарплата сотрудникам и так далее и тому подобное. Вот есть ли такая статья в наших расчетках, и какой процент от общей суммы ежемесячной уходит на обслуживание ЕРИС? Все затраты по содержанию ЕРИС вообще-то входят в строку содержания, которую выставляют потребителям управляющей компании, именно в разделе управления, потому что в разделе управления предусмотрено жилищным законодательством все. Это и осуществление начислений, и распечатка квитанций, и прием платежей, и, соответственно, введение претензионной работы. Все эти суммы забиты в графу содержания. Соответственно, вот здесь два варианта. Либо управляющая компания выполняет эти расчеты сама, ведет вот все эти работы, заложив их предварительно. Они уже заложены, эти должны быть деньги. То есть здесь надо смотреть, смотреть по каждому. Каждая управляющая компания, она все-таки оказывает разный спектр услуг. Кто-то вот эти услуги оказывает и включает их в графу содержания, кто-то не оказывает и не включает. Здесь потребители сами, конечно, должны смотреть, из чего у них состоит строка вот это управление. Вот на управление, то услуга, которую предоставляет управляющая компания. Вот. И, соответственно, уже смотреть, она сама выполняет эти функции, либо она эти может функции передать на сторону, в работу. То есть, соответственно, в расчетный центр. И уже из вот этой графы содержания управляющая компания вот эти деньги оплачивает именно в расчетный центр. Людям все равно, кому платить. Либо управляющей компанией вот эти же деньги, либо в расчетный центр. Это уже все заложено именно в платежный критер. Ну, это не больше цифра. Если бы эту работу вела управляющая компания, то есть вы не больше процента берете и так далее. Нет. Ну, соответственно, управляющая компания, она же тоже прекрасно понимает, что она не может переплачивать, потому что если она будет переплачиваться, она должна сократиться где-то в другом месте и какие-то работы либо не выполнять, либо выполнять не того качества. Соответственно, здесь что-то действия не бывает, а управляющая компания понимает, за что она платит и и какие деньги она платит. Ну а все-таки насколько, на ваш взгляд, ты не только как представителя центра, а вообще как жителя округа, как человека, вообще вот насколько это важно, качественнее, правильнее ли вот именно запускать этот центр, насколько это выгодно? Ну, мне кажется, это намного правильнее, нежели каждая управляющая компания будет считать для эту услугу внутри себя самостоятельно. Поскольку все-таки расчетный центр, это, считайте, работают профессионалы, которые не один год уже занимаются вот этой работой, и программное обеспечение, которое уже адаптировано, которое постоянно поддерживается и позволяет выполнить, предоставить потребителю услугу соответствующего качества, именно в виде платежной квитанции. Нежели, вот как у нас город, там поделены какие-то участки, там 2, 3, 4, а зачастую и намного больше управляющих компаний, обслуживают муниципальное образование. И, соответственно, если каждый себе будет вот эту услугу делать, он профессиональных кадров-то не найдет на это все. Давайте вернемся к началу нашего разговора. Вы уже упомянули, сказали, что планируется сайт у вас. Вот что это будет за сайт, когда планируете вы его запускать, и чем он будет полезен конкретно для потребителя? Ну, пилотный проект сайта уже запущен в Салихарде. Люди пользуются сервисом его, то есть они вносят показания приборов учета, имеют возможность распечатать свою платежную квитанцию, посмотреть историю платежей, историю внесения показаний приборов учета, воспользоваться различного рода нормативной и законодательной документацией, которая регламентирует предоставление жилищных коммунальных услуг. И плюс еще дополнительно, вот сейчас в этом пилотном проекте появится еще одна функция, это возможность оплаты банковскими картами через интернет в личных кабинетах. Соответственно, этот проект был пилотный, он зарекомендовал себя очень хорошо, и, безусловно, этот опыт будет тиражирован на другие муниципальные образования нашего региона. То есть в итоге это должен быть единый сайт для Янао, но, соответственно, с дальнейшим каким-то разделением по муниципальным образованиям. В ноябрьске когда уже примерно? Уже в ноябрьске ежедневно смогут? В настоящий момент просто идет внедрение вот именно программного обеспечения нового. Сроки примерно месяц, два, полгода, пять лет? Нет, но мы надеемся это в кратчайшие сроки запустить. У нас вообще на этот проект отведено два месяца по переводу. Соответственно, как только мы получаем корректную платежную квитанцию, жители получают после этого, мы уже подходим вплотную, раз база данных у нас нормальная и корректная, мы подходим вплотную к реализации вот этого проекта интернет-портала расчетного центра «Ноябрьска». Валерий Станиславович, спасибо вам, что вы ответили на наши вопросы, что нашли время побывать в нашей студии. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня в нашей студии, в актуальном интервью, был заместитель генерального директора Единого расчетного информационного центра «Ямала» Валерий Верняковский. Спасибо, до встречи, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин